Мы заменили изношенное покрытие, которое было сделано достаточно давно, на вот такой замечательный материал, как песчаник, который придал этой придворцовой галереи парадный вид. Не только колоннада дворца в Архангельском обновила напольное покрытие в этом году. У одного из усадебных домиков сегодня кипит работа. Это одна из последних дорожек, которые ремонтируют в этом сезоне на территории Архангельского. Здесь и в еще некоторых местах – мощение, а на основных тропинках – гладкий асфальт. Красота радуется завсегдата и здешних мест. И дорожки новые, и как ухаживаются за садом, и цветы. И ежедневно, поскольку я хожу изо дня в день, то забота о жителях видна. И то, как чистится снег, и то, как чистятся дорожки. Мы очень благодарны. Газоны все пострижены, все чисто, аккуратно, молодцы. Для тех, кто с колясками, теперь есть типологии съезды. Настилы установили по основному маршруту. Положили новый камень и на дорогу к храму. Тропинка теперь даже в дождь не будет собирать лужи. А прямо за святыней на смотровой площадке восстановили памятник на могиле княжны Татьяны Юсуповой. Ангел теперь на прежнем месте. Эта копия создана на средства спонсоров. Оригинал из мрамора в исполнении скульптора Антокольского хранится в фондах музея с советских времен. Антокольский – это известнейший советский скульптор, автор очень большого количества прекрасных скульптурных произведений, которые хранятся в лучших музеях страны и мира. В частности, знаменитая его скульптура Иван Грозный, который в Третьяковке находится. Почти английский газон стригут этим летом в Архангельском. Закупленная техника позволяет делать зеленое покрытие очень опрятным. Такой же ухоженный хотели бы видеть посетители усадьбы и набережную Москвы-реки. Увы, у музейщиков нет полномочий. Музей первая владеет только очень небольшой частью прибережной территории, которая на 90% принадлежит санаторию Министерства обороны Архангельская. Та часть территории, которая примыкает к храму и которая видна с видовой площадки, мы обустроили и дорожки, и спуски, сделали пандусы и планируем дальнейшее благоустройство. Что касается той территории, которая относится к ведению санатория Министерства обороны, ну, вероятно, это нужно вопрос адресовать им. В этом году обновили и удобство усадьбе. Теперь это полноценные туалеты, а не кабинки, как некогда. Вода автоматически включается и отключается. То же самое специальные сушилки для рук, которые обеспечивают быструю и эффективную просушку. Как видите, туалеты абсолютно идеально чистые. В планах на этот год, говорят в руководстве Архангельского, проложить велосипедный маршрут по периметру усадьбы. Зимой это будет лыжня. Ну и, конечно, в музее ждут выделенных на реконструкцию денег. В первую очередь строительные леса оденут флигели дворца. Их пати на времени очаровательно, но давно ждет мастеров-восстановителей. Также в этом году планируют начать ремонт подпорной стены у дворца. Финансирование мы ждем, как бы решение министерства по открытию финансирования. Мы закрывать ничего не будем. Дворец будет функционировать. Конторский флигель, где проходят выставочные наши проекты, будет работать. Домик над Оврагом также будет работать. Дом для приезжающих тоже будет работать. Мы максимально используем все площади, которые у нас есть, для проведения экспозиции, выставок и массовых мероприятий. Кстати, для мероприятия у усадьбы теперь появилась собственная сцена. Она была подарена правительством области в день регионального выпускного бала, который прошел в Русском Версале этим летом. Анастасия Евставхева, Евгений Волков, Марья Анна Быстрова, КРТВ.